Чтобы еда понравилась, иногда достаточно ее внешнего вида. Тогда даже можно забыть, что еда невкусная. Просто потому, что она здорово упакована. И в этом видео я покажу вам одни из самых гениальных упаковок со всего мира. Пиццу любят брать на вынос, но иногда она слишком большая. Эта упаковка идеальна, потому что с ней даже не нужно брать тарелку. Дело в том, что в коробке есть секции, которые можно оторвать и использовать вместо тарелки. Это очень удобно. Фанатам легендарного аниме-сериала «Женчуг дракона Z» понравится продуктовый магазин «Мини Стоп». Там картошку фри продают вот в такой упаковке. Кажется, что картошка – это желтые волосы Гоку. Только представьте, вы сможете съесть волосы знаменитого воина. Каким бы сильным ни был школьный хулиган из Адира, он наверняка испугается возможности диареи. Если ваш обед кто-то вечно ворует, вам помогут эти упаковки. С ними кажется, что на хлебе появилась плесень. Теперь никто не притронется к вашему обеду. Суши очень вкусные, но, думаю, вы согласитесь, их бывает очень трудно есть палочками. Забудьте об этой проблеме. Ведь есть суши-поппер. В нем есть несколько суши, которые можно просто вытащить из упаковки и съесть. Для этого не нужна тарелка, так что суши-поппер особенно удобен в дороге. Иногда главная простота. Именно это – козырь упаковки арахисов от Дуплекс. В ней есть обычный листок бумаги, который служит разделителем в пакете. Производители очень просто решили давнюю проблему со скорлупой, которую иногда некуда девать. Удивительно, что еще не все производители масла используют этот дизайн, ведь это так удобно. Лопатка или нож также заменят крышку. И можно намазать масло где угодно и когда угодно. Такой дизайн упаковки решает еще одну проблему, ведь в ней используется меньше пластика, так что она еще и полезна для экологии. Сеть Pizza Hut сделала крутое дополнение к своим коробкам серии Showtime. Это уже не просто картонная упаковка, а целый проектор. В коробку вставлено увеличительное стекло. Можно поставить внутрь телефон и смотреть фильм или сериал, наслаждаясь пиццей. Пожалуй, это самая экологически чистая упаковка из всех примеров. Ее производитель использовал вместо типичного картона сена. Это еще и очень интересный дизайн. К тому же, с такой упаковкой снижается использование картона, который нужен для обычных упаковок. Печеньям с предсказаниями нужна более необычная упаковка. Такой вариант, как мне кажется, подходит этим печеньям намного лучше, ведь пластиковая упаковка – это слишком скучно. А компания, продающая такие печенья, предпочитает креатив. Кажется, это ответ Макдональдса всем, кто считает, что из-за фастфуда все только потолстеют. Потому что в этом случае знаменитый клоун сделал специальную упаковку для велосипедистов. Можно подъехать к окну выдачи, взять заказ и удобно повесить его на руль. Посмотрите, как раскрывается эта упаковка. Бывает, что еда нравится еще больше просто из-за того, как она выглядит. И это один из таких примеров. Согласитесь, что эти упаковки мороженого очень милые. Но подождите. Получается, если есть из таких коробок, то человек ест мозги этих забавных зверюшек? В Старбаксе есть множество разных интересных опций, которые могут наградить гостей диабетом. Кое-где напитки подают с такими шоколадными трубочками. Они сделаны так, что не будут крошиться из-за влаги. А после того, как напиток выпьет, можно просто съесть трубочку. Ведь это дополнительный десерт. Стиль – главное для производителя этих спагетти. Кто бы мог подумать, что упаковка макарон может быть сделана в виде Empire State Building? Ну, эти ребята подумали и сделали такую креативную упаковку. А эта бутылка для молока использовала знаменитый образ коровы, которую похищает НЛО. Ее крышка выглядит как летающая тарелка. А форма бутылки напоминает луч света, который затягивает корову. Научная фантастика и молочные продукты очень хорошо сочетаются. У авиакомпании AirAsia даже упаковки для футболок выполнены в виде самолетов. Это не просто интересный дизайн. Он еще и полезный. Ведь крылья – это вешалка для футболки. Мне кажется, это отличная задумка, которая совмещает красоту и пользу. Можно сделать упаковку для меда из дерева, бумаги или пластика, а можно из воска. Потом ее можно превратить в свечу с приятным запахом. Достаточно просто добавить фитиль. Это еще один экологичный вариант упаковки. И она хорошо подходит для хранения меда. Все сделано пчелами. Чай считается напитком, который может успокоить. И эти чайные пакетики это доказывают. К ним сверху прикрепили бумажные цветы. Когда пакетик опускается в воду, эти цветки постепенно раскрываются. Очень элегантный дизайн. Да, реклама не врет. Эти стаканчики, правда, можно съесть после того, как покупатель выпил то, что в них было. Кажется, что такое невозможно. Ведь печенье должно размякнуть после контакта с водой. Но эту проблему решили с помощью шоколада на внутренней стороне. Такие маленькие контейнеры на стакане с кофе – еще одно удобное изобретение. На крышке есть упаковки сахара и сливок. С ними не нужно искать их на подносе и пытаться уместить все в руках. Удобно и компактно. Не обязательно придумывать что-то экстравагантное, чтобы удивить людей. Вот вам пример. Это коробка для картошки фри с отделением для кетчупа. Производитель всего лишь добавил одну ячейку. А покупателям уже стало легче пользоваться его продуктом. Иногда Макдональдс весьма удачно сочетает еду и технологии. Пару лет назад компания выпустила картофель фри гол. Если скачать приложение, то упаковка станет частью игры. Надо навести камеру на коробку, чтобы появились ворота, в которые можно забить мяч. Эта маленькая упаковка с печеньем превращается в чашу. Благодаря этому не придется с трудом вытаскивать печенье, как бывает с похожими упаковками. Плюс, когда чаша опустеет, в нее можно поставить цветы. А значит, у нее много функций. Еще один вариант упаковки печенья – вот такая раскрывающаяся коробка. В ней нет крышки. Достаточно просто развернуть ее, и печенье предстанет перед вами в нескольких ячейках. Их тоже удобно доставать. Когда-то в Макдональдс можно было попробовать лакшери-бургер, в котором были дорогие ингредиенты вроде соуса из трюфелей. Конечно, для такого бургера требовалась соответствующая упаковка. Его продавали в коробках из качественного твердого картона, на котором красовался знаменитый золотой логотип. Это очень необычная задумка для нарезки сыра. Больше не надо ничего трясти, просто поточите сырный карандаш и можете есть свою изысканную пасту с сыром. Это устройство очень компактное и удобное. А еще с ним ваши блюда будут выглядеть интереснее и необычнее. Какая главная проблема готовки макарон? Конечно же, определение правильной порции. Именно поэтому такая упаковка, которая сразу разделяет макароны на порции, великолепна. Теперь можно не беспокоиться. Интересный, но странный факт. В Японии открывать рот на людях считается неженственным. Чтобы решить эту сексистскую проблему и облегчить жизнь женщинам, компания Freshness Burger придумала такую упаковку. На ней изображена часть женского лица с закрытым ртом. Если хотите развлечься во время чаепития, купите эти чайные пакетики в виде золотых рыбок. Главное не думать о том, что вы пьете рыбную мочу, простите. В любом случае обычные пакетики – это слишком скучно. А так у вас в чае плавает рыбка. Любой алкоголик заплачет от радости при виде этой бутылки вина с крышкой в форме бокала. Можно пить прямо из бутылки, но при этом выглядеть элегантно. Действительно, если очень любишь выпить вино, почему бы не сделать это со стилем? Эта интересная коробка для вина превращается в птичий домик после того, как из нее вытаскивают бутылку. Да, это еще один экологичный дизайн. Но мне интересно, как человеку заботиться о птичках, когда он напился? Сеть фастфуда Того Бургер придумала вот такую удобную упаковку для заказов с собой. Она может держать все – от бургеров и картошки фри до напитков. А самое главное – это что ничего не просыпается и не проливается, как в обычных пакетах. Чайные пакетики можно использовать несколько раз. Вы наверняка это знали. И эти вешалки для пакетиков очень пригодятся тем, кто любит использовать их повторно. Они будут висеть и сушиться, и это куда лучше, чем мокнуть на блюдце. Пицца – это пища богов. Но у нее есть недостаток. Она жутко жирная. Однако с такой коробкой никаких проблем не возникнет. У каждого кусочка есть отдельная секция. Ее можно просто отцепить и спокойно есть пиццу, не пачкая руки. В этой упаковке йогурта бумажная крышка превращается в ложку. Ее очень легко сложить, благодаря цифрам. С таким дизайном можно есть йогурт где угодно, даже если у вас нет с собой ложки или вам негде ее помыть. А эта коробка для суши определенно намного лучше обычной упаковки. В ней палочки тоже служат ручкой. Разумеется, она прочнее и удобнее простых бумажных ручек. А еще это очень компактный, удобный и стильный дизайн. Какая упаковка понравилась вам больше всего? Вам бы тоже хотелось, чтобы эти упаковки продавались в наших магазинах? Поделитесь своими мыслями в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!